Ганс Христиан Андерсон Огниво Шёл солдат по дороге Раз-два, раз-два Ранец за спиной Сабля на боку Шёл он домой с войны По дороге встретилась ему старая ведьма Безобразная, противная Нижняя губа висела у неё до самой груди Здарова, служивый, буркнула она Ишь, какая у тебя славная сабля А ранец-то какой большой Вот бравый солдат Ну сейчас я тебе отвалю денег Сколько твоей душе угодно Спасибо тебе, старая ведьма Сказал солдат Видишь, вон то старое дерево Проговорила ведьма Показывай на дерево, которое стояло неподалёку Внутри оно пустое Влезь наверх, увидишь дупло Спустись в него До самого низу Перед тем, как ты спустишься Я тебя обвяжу верёвкой вокруг пояса А когда ты мне крикнешь Я тебя выпущу Ну зачем мне туда лезть, спросил солдат За деньгами, ответила ведьма Надо тебе знать, что когда ты доберёшься до самого низа Ты увидишь большой подземный ход В нём горит больше трёхсот ламп Потому там совсем светло Потом ты увидишь три двери Можешь их отворить Ключи торчат снаружи Войди в первую комнату Посреди комнаты увидишь большой сундук А на нём собаку Глаза у неё величиной с чайную чашку Но ты не бойся Я дам тебе свой синий клетчатый передник А ты расстели его на полу Быстренько подойди и схвати собаку Посади её на передник Открой сундук и бери из него денег Сколько угодно В этом сундуке лежат только медики Захочешь серебра, вступай в другую комнату Там сидит собака с глазами, как мельничные колёса А ты не пугайся Посади её на передник и бери деньги А если тебе захочется золото Достанешь и его Сколько сможешь унести Стоит лишь пойти в третью комнату У собаки, что там сидит на деревянном сундуке Глаза с круглую башню Собака эта очень злая Можешь мне поверить Но ты её не бойся Посади её на мой передник И она тебя не тронет А ты бери себе золото Сколько хочешь Оно б не дурно Сказал солдат Ну что же ты с меня за это возьмёшь Старая ведьма Ведь даром ты для меня ничего не сделаешь Ни гроша я с тебя не возьму Ответила ведьма Только принеси мне Старая Огнива Там его позабыла моя бабушка Когда спускалась туда в прошлый раз Ну обвязывай меня верёвкой Приказал солдат Готово Сказала ведьма А вот и мой синий клетчатый передник Солдат влез на дерево Соскользнул в дупло И, как говорила ведьма Очутился в большом проходе Где горели сотни ламп Вот он открыл первую дверь Ох, там сидела собака С глазами как чайные чашки И таращила их на солдата Молодчина, сказал солдат И, посадив собаку на ведьмин передник Набрал себе полный карман медных денег Потом закрыл сундук Водворил на него собаку И перешёл в другую комнату Правду, сказала ведьма Там сидела собака С глазами как мельничные колёса Ну, нечего таращить на меня глаза А то ещё заболят Сказал солдат И посадил собаку на ведьмин передник Увидев в сундуке Огромную кучу серебра Он выбросил все медики И набрал себе Оба кармана И ранец серебром Затем он перешёл В третью комнату Ну и страшилище У собаки, что там сидела Глаза были никак не меньше Круглой башни И вращались как колёса Добрый вечер Сказал солдат И взял под козырёк Такой собаки Он ещё не видывал Впрочем, смотрел Он на неё недолго А взял, да и посадил её на передник Потом открыл сундук Боже, сколько тут было золота Он мог бы купить на него Весь Копенгаген Всех сахарных поросят У торговок с ластями Всех оловянных солдатиков Всех деревянных лошадок И все кнутики на свете Денег было уйма Солдат выбросил серебряные деньги И так набил свои карманы Ранец, шапку и сапоги золотом Что едва мог двигаться Ну, наконец-то он был при деньгах Собаку он опять посадил на сундук Потом захлопнул дверь Поднял голову И закричал Тащи меня, старая ведьма Огниво взял Ах, чёрт Чуть было не забыл Ответил солдат Пошёл и взял огниво Ведьма вытащила его наверх И он опять очутился на дороге Только теперь карманы его И сапоги, и ранец, и фуражка Были набиты золотом Зачем тебе это огниво? Спросил солдат Не твоё дело Ответила ведьма Получил деньги и хватит с тебя Ну, отдавай мне огниво Как бы не так, сказал солдат Сию минуту говори На что оно тебе нужно А не то Вытащу саблю И голову тебе отрублю Не скажу Упёрлась ведьма Ну, солдат взял Да и отрубил ей голову Ведьма повалилась На землю мёртвая А он завязал все деньги В её передник Взвалил усил себе на спину Огниво сунул в карман И отправился прямо в город Город этот был богатый Солдат остановился На самом дорогом постоялом дворе Занял самые лучшие комнаты И заказал все свои любимые блюда Ведь он теперь стал богачом Слуга, который чистил обувь Приезжал, удивлялся Что у такого богатого господина Такие плохие сапоги Но солдат ещё не успел Обзавестись новыми Однако на другой день Он купил себе И хорошие сапоги И дорогую одежду Теперь солдат сделался Настоящим барином И ему рассказывали Обо всех достопримечательностях города О короле и его прелестной дочери Принцессе Как бы её увидеть? Спросил солдат Это невозможно Ответили ему Она живёт в огромном медном замке А замок окружён Высокими стенами с башнями Никто, кроме самого короля Не смеет ни войти туда Ни выйти оттуда Потому что королю предсказали Что дочь его Выйдет замуж За совсем простого солдата А королям такое Понравиться не может Вот бы на неё поглядеть Подумал солдат Да кто б ему позволил Теперь он зажил весело Ходил в театры Ездил кататься в королевский сад И много денег отдавал бедным И это было очень хорошо с его стороны Ведь он по себе знал Как трудно сидеть без гроша в кармане Теперь он был богат Прекрасно одевался И приобрёл множество друзей Все они называли его Славным малым Настоящим кавалером А ему это Очень нравилось Но так как он Всё только тратил деньги А новых ему взять было неоткуда То в конце концов Осталось у него Всего-навсего Две монетки Пришлось перебраться Из хороших комнат Крошечную коморку Под самой крышей Самому чистить себе сапоги И даже латать их Теперь никто из друзей Его не навещал Уж очень высоко было К нему подниматься Однажды Тёмным вечером Солдат сидел в своей коморке Денег у него не было Даже на свечку И вдруг он вспомнил Про крошечный Огарочек в огниве Который он взял в подземелье Куда спускала его ведьма Солдат достал огнива и огарок Но как только ударил по кремню Высекая огонь Дверь распахнулась И перед ним Предстала собака С глазами Как чайные чашки Та самая Которую он видел В подземелье Что угодно, господин Пролаяла она Вот так история Сказал солдат Огниво-то выходит Прелюбопытная штучка Теперь я смогу получить Всё, что захочу Эй ты Добудь ко мне Денег Приказал он собаке И Раз Её уже и след простыл Два Она опять тут Как тут А в зубах держит Большой кошель Набитый медными монетами Тогда солдат понял Что за чудо действенное У него Огниво Ударишь по кремню Раз Появляется собака Что сидела на сундуке С медными деньгами Ударишь Два Является та Что сидела на серебре Ударишь Три Прибегает та Что сидела на золоте Солдат Опять перебрался В хорошие комнаты И стал носить Богатую одежду А все его друзья Немедленно узнали его И крепко полюбили Вновь Вот раз ему И приди в голову Как это глупо Что нельзя повидать Принцессу Такая красавица Говорят А что толку Весь век сидит В медном замке За высокими стенами С башнями Неужели мне так И не удастся Поглядеть на нее Хоть одним глазком Ну-ка Где мое огниво И он ударил По камню Раз В тот же миг Перед ним Предстала собака С глазами Как чайные чашки Теперь правда Уже ночь Сказал солдат Но мне до смерти Захотелось Увидеть принцессу Хоть на минуточку Собака Сейчас же за дверь И не успел Солдат опомниться Как она вернулась С принцессой Принцесса сидела На спине у собаки И спала Она была чудо Как хороша Всякий Сразу бы увидел Что это настоящая Принцесса И солдат не утерпел И Поцеловал ее Он ведь был Бравый воин Настоящий Солдат Потом собака Отнесла Принцессу Назад И за утренним чаем Принцесса Рассказала Королю с королевой Какой она Нынче Видела Удивительный сон Про собаку И солдата Будто она Ехала верхом На собаке А солдат Поцеловал ее Вот так история Воскликнула королева На следующую ночь В спальню Принцессы Отрядили Старуху Фрейлину С приказом Разузнать Был ли то сон Или я А солдату Опять До смерти Захотелось Увидеть Прелестную Принцессу И вот Ночь Снова Явилась собака Схватила Принцессу И помчалась С ней Вовсю Прыть К солдату Но старуха Фрейлина Надела Непромокаемые Сапоги И пустилась В догонку Увидев Что собака Скрылась Принцессой В одном Большом доме Фрейлина Подумала Теперь я знаю Где их найти Начертила Большой крест На воротах И отправилась Домой спать Но собака На обратном пути Заметила этот крест Сейчас же Взяла кусок мела И понаставила Крестов На всех Воротах В городе Это было Ловко Придумано Теперь Фрейлина Не могла Найти нужные Ворота Раз на всех Остальных Тоже Белели кресты Рано утром Король С королевой Старуха Фрейлина И все офицеры Пошли узнать Куда Ездила Принцесса Ночью Вот куда Указал король Увидев Первые ворота С крестом Солковой А солдат Посадили Решетку на улицу Без меня Ведь дело Не обойдется А вот Если ты Сбегаешь Туда Где я жил Раньше За моим Огнивом Ты получишь Четыре монеты Только живо Мальчишка Был не прочь Получить Четыре монеты И стрелой Пустился За огнивом Отдал его Солдату И А вот сейчас Узнаем Что было потом За городом Была построена Огромная Веселица А вокруг Стояли солдаты И многие Сотни Тысяч Людей Король И королева Сидели на Роскошном Троне Прямо Против Людей И королевского Совета Солдат Уже стоял На лестнице И ему Собирались Накинуть Веревку На шею Но он Сказал Что прежде Чем коснить Преступника Всегда Исполняет Какое-нибудь Его Невинное Желание А ему Очень Хотелось Бы Выкурить Трубочку Табаку Ведь это Будет Его Последняя Трубочка На этом Свете Король Не посмел Отказать В этой Просьбе И солдат Вытащил Своё Огниво Ударил По кремню Раз Два Три И перед ним Предстали Все Три Собаки Собака Рассказать Вдем Не Не Надо Закричал Король Но Самая Большая Собака Схватила Его Вместе С Королевой И Подбросила Их Высь Вслед За Другими Тогда Солдаты Испугались А Весь Народ Закричал Служивый Будь Нашим Королём И Женись На Прекрасной Принцессе И Вот Солдата Посадили В Королевскую Карету Карета Катилась А Все Три Собаки Танцевали Перед Ней И Кричали Ура Мальчишки Свистели Засунув Пальцы В рот Солдаты Отдавали Честь Принцесса Вышла Из своего Медного Замка И Сделалась Королевой Чем Была Очень Довольна Свадебный Пир Продолжался Целую Неделю Собаки Тоже Сидели За столом И Таращили Глаза Редактор субтитров